всем привет дорогие друзья сегодня мы начинаем строительство нашего города в игре под названием city skyline и так что же у нас здесь есть у нас есть дорога подведенная к нашему участку у нас есть река так ну давайте запускать наверное игру посмотрим как что у нас здесь движутся река наш движется в эту сторону поэтому всю нашу систему начнем со строительства именно наверное дорожной сети и водопроводом поехали нам предлагается построить дороги больших дорог мы пока строить не умеем маленькие умеем ну давайте попробуем построить маленькие дороги прям вот вдоль дороги проведем здесь такую трассу и начнем строить давайте несколько жилых домов построим так пусть будет даже как а вот симметрично построим построим несколько магазинчиков ну и самое главное построим водонасосную станцию так за а за пределами города хуй и ладно и здесь слив построим немножко далековато ну как есть соединим все это хозяйство здесь проведем трубу и здесь ну вот допустим вот так вот проложим трубы непосредственно в город еще нам нужно электричество будет для начала поставим пару ветряков ну и для начала нам этого наверно должно хватить поехали потихонечку так что с дорогами ахты появились дороги конечно как нельзя не вовремя так 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 давайте попробуем вот так вот сделать до проложим дорогу здесь вот допустим так пока дальше не будем прокладывать это будет у нас основная магистраль наша здесь мы сможем вот так соединить да сможем вот так вот я думаю что будет отлично получится у нас смотрите сюда три полосы со скоростного шоссе приходят в три полосы городские здесь три полосы в три полосы соответственно уходящие за пределы города так ну и здесь тоже мы построим большую такую дорожку для начала пока больше строить ничего не будем давайте развивать построим вторую улицу здесь вот вторая у нас будет улица такую мы ее построим как птички поют отлично прекрасно получается что у нас вот такая вот улочка получилась хорошо так нам катастрофически не хватает электричество давайте на еще один ветряк поставим вот здесь хотя это будет неправильно жители будут негодовать но что поделаешь тут либо ветряк либо сидеть без электричества давайте понаблюдаем что у нас здесь происходят такие домики у нас прикольные со спутниковыми оттенками отлично пошла движуха семьи начали заселяться появляются пиктограммки что они заселяются нам пишет что если вы разместили здание или дорогу не там где нужно их можно снести если вы недавно размещена постройка то вам вернется большая часть денег кроме того здание служб можно переносить для этого щелкнуть по нужному зданию в информационном окне и выберите перенести так и так дома строится здесь у нас смотрите есть три индикатора которые показывают потребность в разном типе строение зеленая соответственно это жилые дома синенькая это коммерческая недвижимость рыженькая это промышленность у нас сейчас большая потребность промышленности поэтому я думаю мы с вами сделаем следующую проложим дорогу вот сюда вот на дорогу и где-нибудь здесь на горе начнем строить промышленный район так промышленный район мы будем не просто так естественно строить к хитрым образом будем размещать так вот сделаем нет так не получится вот так отлично так здесь поглубже проведем дороги и здесь разместим еще дополнительные дороги пока я думаю что нам хватит пока на текущий момент можно узнать как еще сделать вот так вот я выбрал построение города шахматной доской считаю что оно такое наиболее интересное для нашего города будет и здесь мы еще с вами один ветряк построим знаю где здесь где-нибудь может быть да давайте здесь построим все давайте начинать строить промышленное здание начнем с четырех вот этих трех точнее квадратиков здесь пока строить больше ничего не будем дальнейшем когда наш город разрастется можно будет перенести ветряки куда-нибудь в отдельную зону пока мы этим баловаться не будем что денег у нас не особо много вот воду мы здесь разместили следующим образом здесь забор воды вверх по течению чтобы чистенькая вода забиралась и сток происходит вниз по течению и дальше стук идет туда не знаю куда-то в океан залив там какой-то или что там так а между тем у нас уже начали строиться здесь здания и требуется вода так как воду мы сюда проложили но не до конца отлично давайте проложим до конца так проложим сюда наложим сюда и теперь осталось выбрать такую оптимальную позицию чтобы захватила больше клеток так что-то у меня не получается давайте хотя бы так что ли сделаем хотя получается одна клетка лишнее 1 как есть так оттуда что у нас денег не хватает ха-ха-ха забавно но давайте дождемся поступление денег а денег мы не дождемся потому что у нас пошел минус я вас поздравляю господа хорошие у нас пошел минус так слишком много мы всего настроили и предприятия начали приносить нам убытки точнее прибыль приносимой предприятиями не покрывает все наши расходы нашего города то есть нужно больше предприятий чтобы было чтобы работала 184 человека живет сейчас нас в городе и пока вот плюс один человек ожидается пока мы уходим в минус катастрофический минус дайте немножко ускоримся клавиши ускорения вот здесь вот находятся так люди начали появляться плюс 18 плюс 26 и сумма которая у нас идет бюджет сейчас она отрицательный банковский баланс точнее здесь это называется она постепенно начинает снижаться от отрицательный баланс и спустя какое-то время начнет соответственно в положительную сторону двигаться но пока все очень и очень плохо так 216 человек сейчас у нас на текущий момент уже 1000 долларов за должности и пока еще бюджет у нас отрицательный городу точнее непосредственно рабочей области вот смотрите как это выглядит если поближе подойдем то мы видим здесь значки с изображением рабочих которые обозначают что данному предприятию требуется работники то есть если сюда мы ведем можем посмотреть информацию предприятия и увидим что три работника из 12 9 вакансий у нас нехватка людей которые могут работать на данном предприятии так что пока ждем наверное мы очень много построили электростанции которые жирают у нас много денег из бюджета при этом выхлопа к у них не очень большой так вот у нас какая вещь смотрите давайте приосновимся у нас большая потребность в жилье давайте значит будем строить жильем большая потребность в жилье как раз где будут жить наши работнички которые работают сейчас на заводах им просто негде жить поэтому они туда и не могут заехать все началось строение строительство жилых строений и теперь ждем результата когда отстроиться домики и туда поедут рабочие блин вот я не хотел чтобы сюда отошли давайте-ка знаете что сделаем вот так вот до чтобы у нас потом туда не шло мы будем постепенно наращивать иначе у нас там нехватка воды и начнется и так далее и тому подобное так как у нас инфраструктура здесь но вот этих точках уже построена будем как раз здесь и развиваться можно кстати поставить например вот в этой зоне сделать зону коммерческой недвижимости как она называется коммерческая зона низкой плотности маленьких магазинчиках и уютно быть как рожане тратить свои деньги в коммерческих зонах низкой плотности жители ближайших жилых зон низкой плотности могут купить товары первой необходимости хотя там такие здания строятся что у нас это супермаркетом называется нет ну там есть и маленькие конечно просто там какие-нибудь так но у нас между тем наш жилищный комплекс наш город скажем так в будущем город пока в кавычках достиг размеров деревушки у нас 440 жителей и нам стали доступны начальная школа свалка поликлиника давайте начнем строить их только для того чтобы их строить нам с вами нужно определиться где у нас будет с вами центр города на текущий хотя бы момент поэтому мы с вами еще несколько улочек вот так вот проложим часть строения придется к сожалению снести давайте еще несколько проложим поближе посмотрим ровнее чтобы поставить так нет у отлично отлично так ну и я думаю что наверно школу центр у нас будет вот здесь вот где-то то вот этой большой зоны но сейчас на локальной территории мы сделаем школу где-нибудь вот тут давайте начнем с ним пусть детишки у нас и тут учиться и там же в принципе можно сделать денег не хватает ну отлично то что нам очень и хотелось так давайте тогда мы будем строить с вами жилищное строительство там произведем жилые дома так вот так вот сделаем вот так вот вот так вот и вот так вот так отлично здесь прям по центральной улице мы проведем я думаю что так будет достаточно воду и канализацию и ждем постройки домов так отлично пока все супер здесь что мы наблюдаем еще пока не полностью заняли они все позиции он смотрите сколько свободных мест есть еще есть куда развиваться поэтому пока этот район трогать не будем а вот здесь вот у нас идет нехватка электричества как вы видите и это на самом деле не очень позитивно так 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 как же нам быть неизвестно как нам поэтому то есть у нас здесь работает вот этот ветряк он обеспечивает вот это маленькая такой поселенница и сюда электричество просто не доходит сейчас посмотрим может быть подстроиться дома да вот они отстроились и электричество пошло сюда на эту зону пока вопрос мы решили здесь вот жители недовольны шумом видите в таких наушничках они шум идет вот ветряка но пока мы их к сожалению никаким образом избавиться от этой напасти не можем так ну по крайней мере у нас уже видите бюджет стал положительным уже плюс 800 с небольшим доллеров или евро евро здесь в евро расчет идет вот и соответственно пока что мы ждем когда электричество дойдет до школы чтобы она стала функционировать то здесь должны вот эти вот дома построить которая на вот этой территории находится ну и плюс мы можем например вот еще где-нибудь здесь вот домики построить чтобы было как говорится давайте приблизимся посмотрим что у нас там как происходит там смотрите чайочки ходят машинки всякие паще чума прикольно и тут что-то болеет все от шоу какие-то пухшие глаза у них градусник вместо сигареты окладно ждем ждем когда закончится строительство я только вот не очень уверен что со школы надо было начинать может быть стоило начать с больниц там с поликлиники точнее посмотрим как пойдет дело нам нужен свет разве так сложно создать электросети а прикинь у нас электросети есть нужно строить дома свои там где полагается а не где попало ну вот электричество до них дошло почему она до этого не доходило не совсем понятно то есть вроде бы как здесь дома все плотно идут электрическая сеть передается именно вот от дома к дому плюс здесь можно построить вот такие линии электропередач но для того чтобы передать на большие расстояние может быть кстати может быть здесь есть смысл построить вот такую сеть мы сейчас наверно так и сделаем с вами место уже занято на памятном дорога же стоимость строительства 1400 дайте поставим ее здесь а здесь мы маленький построен домик торговый здесь кстати не маленький он есть зачем мы и вообще тогда строили непонятно да нужно было не строить дать ее снесем тогда потому что как только они начнут здесь строить так сразу же все у нас появится или пусть будет пока даже не знаю хорошо а вот так мы можем сделать нет место уже занято вот так вот так вот можно смотрите здесь есть зона голубая вокруг которой электричество передается мы в этой зоне ставим вышку и дальше она уже по проводам идет опять же до такой же зоны и мы соединили две зоны с электричеством соответственно где много электричество избыточное у нас будет свет а мы между тем уже достигли состояние крупного поселка 900 человек у нас с вами в поселке но проблемы пока как были так и остается зато у нас появились несколько интересных зданий во первых свалка появилась она была еще в прошлый раз у нас доступна мы можем теперь вывозить мусор то что если вы видите мусорные бачки показывают что этому зданию требуется вызов вывоз мусора и когда мусор долго не вывозится людям которые живут в городе может это не понравится и они могут уехать из города вот а у нас наконец до школы дошел свет и это хорошо мы теперь здесь также построим поликлинику вот поликлиника будет у нас здесь люди смотрите как порадовались сразу вообще обрадовались еще полицию надо построить на полицию у нас нет денег но скоро будет отлично все мы и будем строить недостаточно денег вот здесь вот можно вполне построить так 12000 нам нужно на полицию и я смотрю что опять не хватает света что же такое то катастрофа какая-то со светом у нас тут уже какой-то дом начали строить давайте быстрее уже накопите 12000 сколько здесь буду с этой полиции сидеть в руках не ручная полиция представляете вот такая вот у нас полиция и все сразу обрадовались что в городе появилась полиции здесь пропал на свет сразу зашибись так хорошо что мы можем сделать еще интересного чтобы решить вопрос со светом мы можем сделать вот такую вот штуку а на нее у нее у нас денег нет отлично хорошо тогда пока пусть они борются с нехваткой света мы с вами здесь создадим район у нас появился этот инструмент вначале его не было он появился только сейчас таким образом мы выделяем область она автоматически создается в районы и да будет данному какое-то название определенную отлично вот задайте политики и здесь мы укажем что мы например хотим чтобы это у нас было не просто промышленность а допустим для начала пусть это будет сельское хозяйство мы задали что эта зона у нас сельское хозяйство и теперь строение постепенно старые будут сноситься и будут начать строиться здание которое относится к сельскому хозяйству они обладают меньшим загрязнением как и лесная промышленность и тем самым у нас будет достаточно экологичное производство в городе для нас это сейчас достаточно важно вообще у нас проблема со светом причем реальная проблема поэтому мы сделаем следующее мы поставим здесь линию электропередач чтобы у нас лишней энергии с этого ветряка пошла сюда в город ну в общем то она пошла проблема попала то есть она сейчас по факту 4 ветряка работает на этой территории но судьбу тем темпом которые требуется электричество сейчас в ближайшее время опять его будет не хватать правда у нас сейчас часть промышленных зданий сократилась и стали строить создание нового типа этого сельскохозяйственные пока пока ждем здесь вот я вижу уже новые дома появились и сейчас небольшая потребность жилых домах небольшая потребность коммерческой недвижимости и небольшая потребность в промышленности этот трактор показывает что здесь есть определенные политики кстати здесь можно посмотреть средний уровень зданий коммерческие зоны промышленные зоны туристов 0 семей 0 здание в зонах распределения такие вот можно кстати попробовать еще то же самое сделать в жилых зонах я этого честно говоря не пробовал но мы можем с вами попробовать в общем то так ну что у нас появилась какая не какая денежка я думаю что нам есть смысл расширить немножко дорогу вот еще на одну улицу скажем так то проложим видите недовольные граждане показали свою фи здесь можно кстати прочитать аналог твиттера что хотят люди почему никто не следит за пожарами так потому что у нас нету пожарной части денег на нее к сожалению у нас на текущий момент нет чуть позже мы ее обязательно конечно создадим но сейчас пока ее нет зато у нас смотрите растет средний потребность коммерческих зонах и начали развиваться вот эта вот зона которую мы давно уже с вами продлили как голубого до вот строительство коммерческой недвижимости она у нас долгое время вставала теперь она стала заполняться сейчас здесь будут появляться здания постепенно пока эта потребность не пропадет так ну а мы тем временем наверное здесь сейчас сделаем во первых коммерческую зону здесь потому что нужно чтобы среди жилых домов тоже было были коммерческие зоны чтобы жители могли ходить во все эти магазины ну а дальше построим соответственно жилую зону здесь опять жилой все пусть наш город развивается здесь вот кстати тоже жилую построить и посмотрим какие у нас еще есть интересное строение которое можно сделать школу начальную мы с вами построили полицию полицейский участок построили пожарный депо построили нет пожарный депо мы не построили депо мы не построили нас с вами на него просто банально нет денег стоимость его стали 12000 и это плохо еще нужно решать вопрос срочно срочном порядке так вот я вижу что скоро едет можно понаблюдать за ним можно понаблюдать куда какие люди идут то есть вот каждый человечек можно посмотреть что за дом сколько семей и так далее и тому подобное можно понаблюдать за машинами кто припаркуем кто владелец посмотреть где владелец живет владелец вот в этом доме живет необразованные взрослые место жительства место работы можно посмотреть где вот на ферме работают видите тут у нас уже начали строится именно такие предприятия сельскохозяйственные хрюкают свинюшки так ну и вот это наша свалка куда свозится мусор дальнейшем будем ее заменять на мусоросжигательные заводы но пока будет пусть свалка так у нас опять нехватка электричества как я и предрекал теоретически конечно мы можем построить еще один ветряк но мы сделаем немножко по-хитрому так здесь есть еще ветряки вот улучшена ветровая установка она ставится на воду и при том что стоит она 12000 в отличие от стоимости ветряка 6000 она дает больше энергии здесь дается выходная мощность 8 мегаватт здесь идет 20 то есть стоимость в два раза растет выходная мощность в два с половиной так ну пока пока с электричеством на самом деле катастрофа и пожары там начались отлично я думаю что пришло время для кредита поэтому мы с вами идем в банк и будем сейчас с вами брать кредит кредиты какие кредиты нам доступны нам доступен один кредит на 20000 второй на 60 так стоп нет мы достигли численности очередной и поэтому нам денежку талида за каждый level увеличение города дается денежка поэтому мы строим здесь вот пожарная станция люди сразу обрадовались ля-ля-ля тополя нам этого мало нам нужно еще электричество поэтому нам еще здесь нужно будет построить ветряк вот здесь вот мы сейчас попробуем втиснуть его папа все будем строить промышленной зоне тоже там где люди отдыхают и живут лучше этого не делать но здесь у нас должна сейчас пожарная машина приехать и начать тушение пожара можно даже за ними понаблюдать вот они уже пробки стоят царете у нас уже машине пробки стоят хотя вроде только-только начали строить город в пробке уже есть нужно понаблюдать как что едет как сейчас будет тушить пожар вот кстати перед нами едет мусоросборочная машина бежит трудится давай давай пропускай нас видишь мы с мигалкой едем так она говорит не забудьте взглянуть на новую разблокированную службу сейчас посмотрим эту службу все вот приехали наш пожарного здесь здание уже сгорело мы не успели к сожалению не успели пожарные сейчас будут возвращаться а мы тогда удаляем сгоревшие здания вместо него будет новая построена следующий раз я надеюсь такого больше не произойдет так дать смотреть что у нас разблокировали вы сколько здесь всего там смотрите и гипермаркет его и дом правительства и торговый комплекс и кинотеатр в общем все 33 удовольствия парке фонтан жизни и смерти на районный парк башни транспорта какая-то торговый центр умеренность в общем все 33 удовольствия мы с вами можем построить только вот этот вот символ страсти к шоппингу эти посмотрим может быть на что-то еще можем построить из нового зданий нет не нужен пока здесь я ничего не вижу такого нового вот мы можем построить старшую школу она стоит 24000 ее могут посещать только подростки был бы наверное неплохо ее построить так она будет большая у нас может и не влезть в обычные рамки скажем так пока ждем все равно денег у нас таких нет город достаточно быстро развивается но не так быстро может быть даже как нам хотелось бы давайте попробуем вот здесь в ту улице еще несколько построить и здесь например сделаем несколько коммерческих зданий здесь так вот покрасим опа отлично здесь кстати тоже можно коммерческие здания проложать чтобы подальше они были от жилых домов ну отделяли фермы наши до промышленной зоны от жилых домов но здесь сделаем тогда жилые дома что ждет людям где-то жить надо на улице же им жить отлично пошла движуха давайте здесь проложим дорожку еще здесь можно положить здесь тоже может продолжать так вот сделаем и вот так отлично сюда сможем проложить сможем но пока не сейчас хотя почему не сейчас можно сейчас положить наверно как-то криво она пошла блин плохо что криво так давайте сделаем вот что мы сейчас вот здесь видите возврат пошел уберем и заново перри проложим о поровней вот это мне больше нравится и естественно делаем еще одну зону промышленного так пока хватит пока хватит давайте нарисуем ее эту зону такая вот она у нас будет симпатичная вообще наверное есть смысл начали зону рисовать потому размечать зон у нас будет не просто к а лесная здесь у нас будет лесное хозяйство что-то с нашему году с кислород свежий воздух сидела и я вижу у нас опять нехватка света господи что же такое со светом творится катастрофически его не хватает ну давайте еще один ветряк поставим это просто пипец какой-то окей давайте ставим вот сюда поставим люди еще стали более недовольные которые вокруг здесь работают но по крайней мере мы потребность в электричестве на текущий момент закрыли сейчас здесь от строится вот эти вот районы опять электричества будет не хватать и так всегда всю жизнь чего-то людям не хватает наша задача помогать так давайте вот так вот сделаем здесь живую построим так а еще нам нужно проложить трубы а нет пока труп у нас хватает или нет или еще нет вот там уже нехватка пошла воды давайте попробуем здесь проложить так чуть-чуть сюда так отлично и давайте сюда дальше вот супер отлично я очень доволен здесь задел на будущее сделаем чтобы знать где у нас хвостик вот все ждем строительство вот такой вот у нас симпатичный город и принципе можно посмотреть как он смотрится ночью зайдем в настройки и поставим включить с минуты дня и ночи все отлично поехали так город отстраивается смотрите как у нас уже достаточно сильно загрязняется вода нашими источными системами пока еще не критично но уже скажем так на грани граждане несчастливы попробуйте разбить парки или обеспечить лучшее качество городских служб хорошо учтем ваше пожелание у нас должно быть уже да нам доступна покупка новой зоны куда мы сможем производить экспансию дальнейшую развитие нашего города дайте вот этот выберем кусочек объясню потом для чего мы туда будем вывозить мусор и прочую фигню плюс здесь есть железная дорога по которой мы сможем потом отправлять наши товары все ее покупаем купить только у нас денег наверное нет да нет денег у нас нет это плохо так хорошо ждем пока когда накопится пять сто тоже почти готово все мы купили город у нас расширился возвращаемся назад пока эту территорию трогать не будем в дальнейшем будем ее развивать в принципе если вы так сильно хотите парки то мы даже на какие-нибудь парки можем и построить какой-нибудь не очень большой вот за тысячу двести пятьдесят долларов дуэлеров да можно кстати побольше построить влезет что сюда да давайте побольше построим смотрите какой симпатичный парк ну-ка что у нас получилось так и кстати по зонам проверим с зонами здесь все нормально такой вот парк получился смотрите с деревьями с лавочками с площадями тут какой-то мусорка какая-то стоит но людей пока еще нет надеюсь будет популярное место отдыха у наших горожан так кстати я вижу что растет потребность в строительстве живых массивов и это хорошо мы с вами попробуем наверное еще один какой-нибудь парк построить маленький где-нибудь здесь естественно где зону поближе к этому парку видите она такая коричневая вообще в идеале чтобы она была голубая еще знаете что с вами сделаем вот такой парк построим бор так и опять у нас нехватка электричества да что же это такое это господи какой ненасытный город где он столько электричества то найду это какой-то кошмар а мы еще школу не построили ужас 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 ни денег не мы не можем найти ничего ничего так электричество здесь требуется население 2400 это следующая ступенька будет и мы сможем вот эти вот большие ставить но сейчас мы даже не можем обычный ветряк воткнуть просто у нас денег нет банально он 6000 стоит надо было кредит больше брать тоже не хочется лишние деньги то тратить но ничего сейчас накопим поставим сюда еще один ветрячок и электричество опять на какое-то короткое время нам должно хватать будет кстати вот эти вот провода наверное уже можно сносить потому что здесь через дома вот так вот передается электричество теперь давайте может быть снесем может быть нам денежку какую дадут нет не дает это печально дают ее только когда мы только только построили ну ладно в любом случае нам лишние элементы не нужны а у нас между тем наступает вечер как вы обратили внимание видите темнее так по чуть-чуть так у нас есть возможность построить ветряк строим ветряк ветряки так смотрите симпатично подсвечиваются и вот так вот в целом у нас светится город улочки домики прикольно очень симпатично мне нравится вот такой вот вид там шоссе такие тут и тут такой городочек и пожары полыхают просто где наши доблестные пожарные команды вон они едут тут кто-то на мопедках ездит вот две пожарные машины приехал тут пожар потушили они что ли ладно молодцы окей пусть работают ребята там еще уже совсем темное стало смотрите как все это выглядит здорово в общем прикольно вот так вот это из космоса практически выглядит по моему супер ладно давайте мы тогда мы с вами сейчас сделаем следующее опять вернем настройки на предыдущие чтобы был день настройки игровой процесс выключить возобновить и станет сразу день так все таки видно лучше для строительства у нас одни сплошные грузовики с хозяйственными но еще немножко вот грузовиков с лесным хозяйством связанных идут кто-то из жителей приезжает еще так хорошо на школу мы денег еще не набрали нет не набрали у нас идет смотрите катастрофическая нехватка жилого массива давайте строить раз вам нужны жилые дома давайте строить жилые дома здесь построим вот такой домик так и проложим дорогу соответственно до конца улицы здесь вот так вот кто-то там недоволен ну недовольных все в лес мы не будем на вас смотреть мы недовольны здесь построим коммерческую недвижимость тоже пусть магазины будут то что я говорил про магазин помните про супермаркет смотрите какие здорово да то есть двух-трехэтажный магазин с рекламой со всеми пирогами ну что это разве магазин в деревне в какой-нибудь по-моему такого магазина ну или двух таких магазинов на небольшую деревню хватит выше крыши там не знаю десятка на небольшой городок и то чтобы он был в разных концах был размещен здесь кстати смотрите нехватка рабочих и у нас появилась новая проблема нехватка воды а ну нехватка воды потому что мы не проложили здесь трубу с водой и это плохо сейчас мы ее проложим и все будет хорошо да отлично мы с вами молодцы мы просто лучшие так давайте проложим теперь здесь дорогу и потребность в жилых домах у нас все равно сохраняется это прям даже какая-то катастрофа ну давайте вот так вот сделаем вода здесь есть все хорошо пусть строят дома отлично пошла движуха денег на школу у нас нет я хочу конечно школу построить среднюю потому что школа для младшеклассников у нас есть средней школы у нас нет кстати давайте посмотрим ну а у нас кстати следующая степень развития развивающийся городок и это значит что мы можем наконец-то построить вот то что я вам говорил вот такую вот штуку мы их сразу наверно две построим новые электрические установки так и видите вот прям превентивно это сделали а там уже нехватка электричества началась так ну и нам нужно наверное снести вот эти вот линии электропередач не люблю я их найти у меня лично от них голова болит не знаю как у вас я их не люблю вот ну кстати здесь вот видите через этот дом электричество поступает в весь остальной город от двух ветряков один который на воде один который рядом стоит отлично так ну что а у нас стоит задача с образованием решить вопрос 24 тысячи на нужном и там я вижу уже появился у нас общественный транспорт можно делать остановки для транспорта то есть прям даже не знаем за что хвататься нужно все многое сразу так сейчас мы будем сделать сделать с вами здесь вот дорогу туда до конца доведем да и нужно будет решать вопрос вот с этой дорогой что мы будем дальше с ней делать так это важный вопрос на самом деле не такой примитивный как хотелось бы объясню почему потому что нам нужно туда дорогу вести так 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 сейчас мы узнаете как сделаем посмотрите мы сделаем задел здесь вот еще улицу а здесь уже пойдет вот эта вот большая дорога вот все супер мы супер так ну и собственно говоря как там мост пойдет это уже не столь важно хотелось бы единственное чтобы он не очень дорогой был и сразу шел как-то перпендикулярно так что у меня не получается катастрофически не хватает денег давайте вот так вот сделаем чтобы для ориентира на проще было ну а здесь пока ждем 17 тысяч 460 нужно нужно пока что ждем побольше можно сделать как-то мост чтобы повыше он там был покруче там 17 140 можно даже такой смотрите взялся в общем на любой вкус и цвет другое дело что денег нет чуть-чуть осталось нам где-то тысячу накопить и будет у нас мост все даже получить получился смотрите с двумя опорами мост такой прикольный хотел конечно чтобы он повыше был чтобы меньше по вот этого просадка такая горка до чтобы он повыше был и не чтобы машина быстрее могли разгоняться ну ладно как есть так есть уже что то мы здесь с вами соединили с вот с этим шоссе еще машина да и у нас теперь могут не только туда вот выезжать машина еще и сюда сразу ездить в этом направлении и это очень хорошо и с нашей стороны будут ездить и с той стороны потом мы в дальнейшем здесь будем делать железнодорожную станцию и там где-нибудь еще сделаем пассажирскую станцию может быть даже где-нибудь здесь посмотрим пока спешить не будем тут главное все не спеша делать без перевышение бюджета иначе начнется полный пипец так а у нас появились первые трупы смотрите по скелете горит это значит что в здании есть умышший человек человек умер и тело необходимо перевести это значит что нам нужно заводить новую службу это кладбище 8000 доллеров она стоит не нужно будет потом еще найти место где его построить можно кстати где-нибудь вот здесь построить промзоне посмотрим слишком крутой склон если здесь здесь просто недостаточно денег пока копим деньги того же вон что-то строится пока мы купим деньги у кого-то они уже нашлись что-то у нас снизился приход бюджет в наш как-то неспешно идет давайте немножко ускоримся наверное чтобы побыстрее нас 8000 эти накопились неужели придется сносить давайте вот здесь вот построим так ну и замедлимся немножко вот и даже лишние 1700 накопили у нас потребность жилье идет и потребность идет в промышленности так что мы можем уже сейчас себе позволить построить но ничего мы не можем позволить хотя нет вот здесь вот можно вот эту зону пустить под жилье давайте так наверное и сделаем с вами так только да так и сделаем если что доберутся до магазинов туда куда-нибудь и это уже не наши проблемы на самом деле хотя на определенном моменте развития она конечно безусловно встанет проблема так нам нужно достроить вот эту улицу до конца отлично и в принципе наверное было бы неплохо вот как-нибудь не знаю здесь здесь парк у нас на давайте через парк вот так вот построим улицу да да почему бы нет я не вижу причин по которым мы так и можем построить отлично давайте построим все вот такой квадрат у нас получился и теперь здесь можно еще построить немножко водопровод так вот так вот давайте построим чтобы захватить его новая разблокированная служба не забудьте в нее взглянуть ну что не забудем конечно что делать то раз тем более вы так говорите так а что за служба то их я просмотрелся ладно пока оставляем все как есть и так что у нас сейчас получается уже 3000 человек в городе у нас все так и не построена школа наверное вот здесь вот мы сейчас так вот сделаем здесь школу построим когда будут деньги на нее конечно ну а еще нам требуется автобусная станция а на сколько стоит у нас 30 тысяч охренеть ну допустим мы можем где-нибудь здесь поставить это ладно это нормально это мы переживем но так давайте строить промышленную зону у нас просто необходимость уже есть здесь так здесь так отлично и добавим еще так вот сделаем здесь у нас все есть отлично и здесь мы сейчас вот эту зону просто напросто расширим еще вот сюда поп 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 чук 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 все здесь тоже будет у нас лесная промышленность в принципе я так понимаю что мы и следующий кусочек можем задействовать мы пока вроде как деньги собираем там на школу еще на что-то можно вот этот квадратик еще задействовать у нас же здесь тоже все проложено да получается все коммуникации да давайте наверное задействуем тогда проложим здесь вот сейчас дорогу здесь 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 так и расширим зоны вот эту можно даже вот так вот так и вот эту оп тоже расширим поровнее сделаем красота она везде важно и здесь соответственно делаем промышленные зоны везде и здесь в том числе все пошло строительство правда потребность пока мы все это возводили уже резко упала в промышленных зонах ну наша задача построить так а здесь вот смотрите в городе есть заброшенное здание оно портит вид снесите его чтобы сделать людей в окрестностях счастливее либо при необходимости вы можете построить на его месте здание нужного типа отлично давайте снесем о кто-то счастливый стал отлично это я как понимаю как сорняки их периодически надо сидеть и выпалывать а у нас смотрите какая уже здесь пробка просто пробище я бы сказал и эти ребята все хотят попасть вот сюда в промзону я так понимаю а у них с этим явная проблема какая-то возникает так можем ли мы улучшить эту дорогу которая в промзону идет лучше не в дороге вот этот значок на более современную да вы знаете можно давайте улучшим это нужно так а вот эту дорогу можем тоже можем давайте улучшать пока можем потому потом когда-нибудь мы этого уже сделать не сможем так ну вот по крайней мере на текущий момент мы решили вопрос с дорогой по идее пробка должна рассосаться сейчас будет все эти машины сейчас сюда уйдут и должны вопрос это решить но они все равно куда-то ломится в другое место странно очень странно ну как говорится без комментариев а мы здесь вот сейчас что сделаем здесь сделаем вот такой вот так 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 а здесь опять же жилые здания строим вижу нас все положено да да отлично честно говоря не уверен что это расширение дороги на какой-то положительный успех принесла ну по крайней мере вот эти грузики которые здесь стояли на перекрестке с этой стороны они туда теперь все идут по этой дороге ну по крайней мере я это так вижу а так то фига ну знает как получается так что нибудь здесь мы перенести можем нет здесь мы ничего особо перенести не можем если только вот это здание перенести и здесь проложить опять же вот это шоссе туда но не знаю насколько в этом смысл будет давайте пока будем придерживаться того плана который мы с вами хотели придерживаться с самого начала школу построить надо и в принципе с этим можно какой-нибудь небольшой парк замутить где-нибудь здесь например так отлично пусть пусть людишки повеселятся погуляют все дела более зеленой зоны будут у нас здесь вот от шума люди мучаются так по транспорту по транспорту автобусное депо который стоит 30 тысяч которых у нас нет так но у нас очень мало денег на самом деле я думаю нельзя ли нам кредит там 60 тысяч нам предлагали возможно это решит вопрос возможно и нет давайте здесь еще зону разметим здесь вот допустим пусть будет коммерческой недвижимости желаем отлично возможно кому-то это поможет но скорее всего уже не нам так нам нужно сюда и проложить вот здесь вот дорогу отлично тем самым мы уже некую такую завершенность городу придали хотя у нас есть чего вот это вот широкая дорога кстати наверное есть смысл сделать следующим образом только мы тут еще не настроили сильно много вот таким вот образом сделать а потом уже продолжать да ладно на все деньги кончились но вот это вот ну так мы никогда не накопим вот честное слово ну что такое какие-то банальные вещи мы делаем она постоянно не хватает денег так теперь еще вот здесь вот нужно улицу как-то замутить чтобы ровненько она встала пока опять же не хватает денег вот хватает отлично здесь опять же хватает все хорошо теперь давайте зонами подзанимаемся опять так у нас есть две зоны одна из них сельскохозяйственная одна из них лесная мы сейчас с вами сельскохозяйственную зону сдвинем вот сюда на один квартал получается да да отлично сдвинули а вот эту зону сюда на два квартала расширим сюда закрашиваем вот отлично так 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 нет 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 нам не надо этого нам достаточно вот так да все супер ну и соответственно закрашиваем на промышленное здание проверяем наличие воды воды нет их бурные кексы что же это такое то ладно давайте дальше сюда и смотрим здесь не хватает тут есть отлично сюда и сюда все с водой здесь вопрос решен и теперь новая проблема опять это электричество черт я не хочу быть мэром это какая-то хрената такая то есть постоянно чего-то не хватает мусоросжигательный завод у нас есть уже нет мусоросжигательный завод появится на численности населения 7500 у нас только 3700 надо него еще расти и расти так так ладно хорошо а что у нас вот вообще следующее развивающийся городок следующий уровень 5000 на счет прилично так нужно электричество ну что если нужно как говорится то ставим сюда электричество раз такая потребность в нем если город дальше не может развиваться поставим еще один ветряк нам нужно срочно решать вопрос со школой школа и автобусы пробка это меня вообще просто супер бесит так школа и автобусы школа и автобусы что будем брать кредит или нет давайте посмотрим вообще какие кредиты нам предлагают так у нас есть кредит 20 а мы же кстати тогда кредит то не взяли давайте сейчас возьмем и построим наконец эту долбанную школу старшая школа да да и это именно то что мы хотим давайте все забурили мы школу здесь строим дорогу отлично что у нас здесь по воде все есть так это просто супер и здесь давайте дорогу вот так вот положим что неужели коса проложил да нет вроде ровно ладно неважно спокуха все будет нормуль давайте сделаем здесь несколько жилых зон зон я думаю что это хорошие зоны будут которые недалеко от школы обычно пользуются популярность здесь построим такие зоны а здесь все в зеленый выкрасим нафиг и все то что же людям где-то жить надо а у нас как-то не особо это получается в городе делать то есть устроим промышленность всякую а жилых зон особо не строим вот и уже город у нас более менее какой-то законченный вид получил и я вижу что нехватка пошла воды там же у нас все есть с водой да все с водой есть это значит что нужно водачественные сооружения строить водонаборные в смысле и водосливные давайте посмотрим что нам это обойдется две с половиной тысячи давайте поставим так есть а водосливные что-то сливные тоже трубу поставим нет да будет работать почему-то не включаешься ну-ка включайся быстро включилась включилась все ну теперь смотрите вообще мы реку так загрязнили прям вообще стыд и позор какой-то ну а что поделать такова жизнь зато в воду пустили и теперь у нас не хватает людей на промышленных предприятиях ну в общем так всегда то полно 100 скарлатина как говорится здесь у нас все есть зоны зоны тоже все есть так хорошо теперь у нас на повестке наконец обзавестись транспортом пустить автобусы по городу хотя бы для начала очень хотелось бы давайте немножко ускоримся подкопим денежек построим дома и опять не хватает света мне это уже так задолбала возьмите где-нибудь свет там я не знаю генератор подите купить у нас много магазинов есть которых вы можете купить генераторы идите купите их нет не можете купить сколько стоит вот эта хрената 12000 давайте сейчас построим сейчас будет 12000 я хотел построить автобусную остановку знаете сволочь кровопийца вот вот вам что довольны подавите своей энергией теперь им нужны рабочие откуда взяться рабочим давайте строите городок что-то там ругаются по поводу зачем рубить столько деревьев это у нас такая промышленность мы их выращиваем и рубим выращиваем и рубим по моему все нормально а моя принцесса три часа проторчала на дереве пока мы ждали пожар на чтобы те спасли и круто это я так понимаю что означает что в городе много пожаров или что это означает это значит что опять не хватает электричество я убью всех нафиг вам что нужно ядерную станцию что ли оставить давайте вот здесь вот один домик есть который просит нашего внимания сейчас аккуратненько удалим чтобы он не портил вид окружающим соседям опять зона без электричества ну это просто какой-то трындец смотрите производство 80 мегаватт электропотребление 86 сейчас будем строить автобусную станцию ничего не знаю о ура так стоп давайте остановимся и построим наконец эту долбанную автобусную станцию где-нибудь я не знаю где 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 вот здесь все построили и теперь построим наконец вот эту вот электрическую вышку еще одну знаете подавитесь своей энергией что у нас получилось по энергии 808 производства 88 потребление я не понимаю одного вот это вышка 9 мегаватт а почему 9 то 8 должно быть 20 вы чё ребята ну ладно у нас как всегда обманули ну но давайте займемся автобусными остановками так создадим какой-нибудь автобусный маршрут например вот по кругу как-нибудь пустим сейчас вот так раз два три четыре пять шесть семь восемь тихо тихо шестнадцать семнадцать опять электричества не хватает восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать два вот такой вот у нас мега маршрут получился и еще несколько маршрутов мы сделаем которые будут заводские районы соединять с жилыми кварталами сюда 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 и вот сюда вот такой маршрут здесь теперь сюда 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 так отлично сюда сюда вот сюда вот сюда вот сюда так вот сюда и вот сюда вот так вот три маршрута мы провели и у нас опять, я вас поздравляю, не хватает электричества. И, честно говоря, с этим электричеством я уже затолпался. Ну, делаем еще. От 0, видимо, до 80, в зависимости от 20, до 20, точнее, в зависимости от того, наверное, где она стоит. Вот, посмотрим, сколько это сейчас будет. Тоже 8. Скорость ветра 4. Ладно. Обманывают нашего брата. Дурят, дурят. Все никак не додурят. Вот, я вижу, что здесь у нас есть три здания, которые требуют внимания. Давайте их удалим. А то хозяева, видимо, скукожились, их закопали где-то. О, смотрите, тут коровки гуляют по пожару. Это будет прям какой-то бекон жареный. А еще здесь пожарные бегут, смотрите, в комбинезонах. С коровами. В общем, весело на ферме. Веселая ферма. Окей. Так, что у нас нового-то появилось? Метро у нас не появилось. Школы новых не появилось. Появился новый полицейский участок большой. Появился новый пожарный большая станция. Большая больница появилась. Мусоросжигательного завода нет. Здесь, ну, там новая энергетика появилась. Нам это не столь интересно пока что. Ну что ж, я думаю, что на текущий момент мы с вами закончим и продолжим уже в следующий раз. Всем, кому интересно приходить еще, будем развивать наш городок. Долго. Делать людей счастливыми до безобразия. К тому же я вижу, какие-то корабли плавают. И достигать всячески успеха на поприще мэра города. Большое спасибо всем, кто смотрел. Приходите еще. Пока-пока. Продолжение следует...